Это крылья его были, внутри пустой. Название его 343А Удель на ветке РВ. Уже второй за неполные два месяца. Очередная потеря самого дорогого самолета РФ класса ДРЛО А-50 за несколько дней обросла целой массой мифов и предположений. Чем сбили, кто был на борту и почему оккупанты придумывают все новые и новые версии того, как был потерян самолет. Неспособность признать, что летающий командный пункт действительно сбили украинца, вынуждает россиян буквально соревноваться в полете фантазии. Самая фантастическая версия, естественно, не обошлась без Америки. Американцы, по-видимому, научились давать команду пуск на наших комплексах ПВО, минуя оператора. Вскрыли протокол и подобрали шифры. Вера во всесилие наших союзников украинцам, естественно, приятно. Однако, по мнению экспертов, такой сценарий, если и возможен, то лишь в режиме автоматической работы ПВО, то есть уничтожение всех воздушных целей. А учитывая, что падение А-50 произошло на территории РФ, в зоне полетов гражданских бортов этот режим, безусловно, не использовался. Как правило, если речь идет о уже так называемом тыле, потому что, если мы говорим о Краснодарском крае, то в целом, опять же, Российской Федерацией считается тыл. Там комплексы противовоздушной обороны, они в автоматическом режиме точно работать не будут, потому что достаточно большое количество самолетов может пролетать. И в целом, они, как правило, работают в так называемом полуавтоматическом или в реческом режиме, когда без участия оператора фактически пуск осуществить невозможно. Более реальной версией является уничтожение борта своей системой ПВО. Якобы самолет атаковали ВСУ, россияне выпустили по ракете две свои, одна из которых сбила украинскую ракету, а вторая угодила в А-50. Однако и этот вариант до сих пор не получил никакого подтверждения. С точки зрения ошибочного использования ПВО, это такая версия на сегодняшний день, она не выдерживает никакой критики, хотя бы потому что, как минимум, и самолет, и система противовоздушной обороны, они работают в едином комплексе. Вот, они имеют так называемую систему свой-чужой. И, соответственно, после запуска ракеты, ее наведения, оператор из зенитного комплекса, он видит, куда эта ракета двигается, он видит цель, и, соответственно, получая информацию, что это, например, является цель своей, а не чужой, он имеет возможность дистанционно эту ракету уничтожить. Если же отбросить фантазии второй армии мира, стремительно теряющей самолеты, наиболее вероятным эксперты считают поражение российского воздушного разведчика, украинской модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Основная версия – это использование комплекса С-200, так называемого «Ангара», с помощью соответствующих ракет, которые способны уничтожить цели на расстоянии до 250 км. Кроме того, если мы говорим именно о комплексе «Ангара С-200», то этот комплекс разрабатывался специально для уничтожения самолетов ДРЛО. На вопрос, почему просто не признать, что Украина может сбивать российские самолеты, ответ прост, говорят аналитики. Ведь сообщить, что у нас есть подобные комплексы, это практически расписаться в собственной некомпетентности и заявить своим пилотам, что каждый их вылет может стать последним. Они достаточно серьезно рискуют. И единственный вариант, их как убедить, что это не опасно полетать, сказать, что это был случайный пуск собственности противовозвращенной обороны, то, что вы летаете там за 500 км от линии фронта или за 200, это никак не влияет на вашу безопасность. Тем более, в случае отказа делать вылеты, заменить экипаж будет непросто. К примеру, на сбитом 23 февраля А-50 по предварительной информации находилось 10 членов экипажа. Все офицеры высочайшего класса. Одним из которых был, вероятно, Валерий Боровиков, наводивший ракеты по Виннице летом 2022-го. Был, потому что выживших после падения не осталось. Все-таки не рядовые, и пилоты в том числе, и инженерный состав технический, но при этом все-таки уровень и допуска, и подготовки, скорее всего, у них будет разный. Но в целом, если брать усредненную, то это, конечно, все-таки часть этого и экипажа, и технических специалистов, скорее всего, будет относиться к элите и радиотехнических войск, и в том числе к элите летного состава. Если говорить о потере такого класса специалистов, то это достаточно существенно, потому что их не так много, с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о таких специалистах, то многие из них могут быть в том числе инструкторами для подготовки будущих экипажей. Но уже никогда не будут. Свой бесценный опыт, как убивать людей, они, к счастью, никому не передадут. Что же касается в целом полетов на А-50, по словам начальника главного разведуправления Кирилла Буданова, сейчас у россиян осталось еще шесть таких самолетов. Когда же еще одна железная птичка упадет, про круглосуточный воздушный мониторинг Украины рашистам придется забыть.